Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите выпуски. Вход только по QR-кодам. С 10 ноября в ЕАО введен особый режим посещения торговых центров и общепита. Смешанные осадки, слякоти, тепло. Южный тропосферный циклон властвует в ЕАО, когда в регион придет настоящая зима. Сохранять правопорядок в непростых условиях. День сотрудников органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Посещение торговых центров и заведений общественного питания без предъявления QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, запрещено в ЕАО с 10 ноября. Решение о переносе этой меры с 15 на 10 число приняли на заседании регионального оперативного штаба. Инициативу выдвинул главный санитарный врач региона. По его мнению, предприниматели уже готовы к ее реализации. И действительно, уже с 10 ноября в торговых центрах области приступили к проверке. Специальный сотрудник с помощью смартфона проверяет у посетителей наличие QR-кодов. При этом жители автономии по-разному приняли это решение. Если кто-то полностью согласен с введенными ограничениями, то другие, хоть сами и не против вакцинации, указывают на возникшие неудобства. Это безопасность для людей, значит надо, значит надо. Я отношусь очень нормально. Я прошла, у меня есть, но вы понимаете, что это сколько людям лишних хлопот, лишних, вот это вот, кого-то нету, у кого-то, кто еще не успел. Думаю, это нужная штучка. После прививки ничего не болело, ничего. Надо ставить еще одну прививку, вторую, пусть никто не болел. Правильно, они вот пропускают по предкодам их. На заседании оперативного штаба было отмечено, что использование QR-кодов при посещении определенных учреждений и мероприятий – мера вынужденная. И сроки ее действия зависят от того, как будет меняться эпидемиологическая обстановка и как быстро будет сформирован коллективный иммунитет. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. А за окном то дождь, то снег. Непривычная для дальневосточного ноября картина сохраняется в областном центре. Обильные смешанные осадки и относительное тепло. Как отмечают специалисты Гидрометеобюро, это результат деятельности Южного тропосферного циклона. Он зародился над Желтым морем, подхватился теплыми воздушными массами и движется на северо-восток попутно, разводя слякоть, которая сегодня причиняет горожанам ряд неудобств. Неустойчивая погода сохранится еще в ближайшие сутки, 11 ноября. Но интенсивность и количество осадков станет меньше. А вот в пятницу, 12 ноября, погода начнет улучшаться. Тропосферный циклон покинет Еврейскую автономную область. Осадки начнут прекращаться. Также синоптики прогнозируют, до третьей декады ноября серьезных циклонов не предвидится. Зима начнет вступать в свои права после 15 числа этого месяца. Столбик термометра опустится ниже минус 5 градусов. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21. Закон, честь и порядок. День сотрудников органов внутренних дел отмечают 10 ноября. Он был утвержден указом президента страны 10 лет назад. До реформы ведомства в 2011 году он назывался Днем российской милиции. Согласно изысканиям ученых, исчислять историю российской полиции следует с 1718 года. Тогда царь Петр I учредил должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера. Полицейские страны, в том числе сотрудники регионального ведомства, это профессионалы, способные оперативно решать любые задачи в любых условиях. В нынешнем году правоохранители автономии работали в особом режиме, вызванном распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря принятым мерам осложнение оперативной обстановки не допущено. И сегодня можно с уверенностью сказать, новое поколение сотрудников правопорядка достойно продолжает борьбу за покой и безопасность граждан. Ольга Тимченко, Новости, 21. Смотрите далее. Принято большинством голосов. В Биробиджане прошло внеплановое заседание Городской думы. Русское географическое общество активизируется в еврейской автономии. Новый председатель регионального отделения РГО стала гостем Авторадио. Новый год близко! А в Самбери скидки 25% на цыпленка, 179,99 за килограмм и 24% на фарш домашний, 249,99 за упаковку. Больше скидок в инстаграме Самбери ДВ. Вашему телефону будет комфортно везде, если вы клиент Броноскинс. Броноскинс в торговом центре «Великан». Настоящая броня для вашего гаджета и никаких царапин. В новом магазине «Лаки Старбир» новое поступление женской одежды, в которой вам точно будет тепло поздней осенью и зимой. Проверенное качество от корейских и турецких фабрик. Ищи в инстаграм «Лаки Старбир» или приходи на Комсомольскую 5. Магазин «Женская одежда Эдем» предлагает огромную коллекцию осеннего сезона производства Турции. Большой выбор современных платьев, блуз, рубашек, а также брюки, юбки, джинсы. Стильное пальто, куртки и пуховики. Ждем вас в магазине «Эдем», улица Пионерская, 31. Диваны «Оскона». Функциональность, качество, комфорт. Универсальные для современных интерьеров. Разнообразие механизмов. Широкий выбор тканей и расцветок. Уникальных для каждого покупателя. Отлично подходят для ежедневного сна. Эксклюзивно в «Оскона». Шалом Алейхима, 72, «Гигант», 3-й этаж. Нехватка сна приводит к серьезным проблемам. Решить их поможет «Оскона». «Оскона» – это товары для отличного сна. Кровати, матрасы, подушки и многое другое. «Оскона». Шалом Алейхима, 72, торговый центр «Гигант», 3-й этаж. Потолки «Эталон». Двухкомнатное предложение. Ставишь один натяжной потолок. Второй в подарок. Потолки «Эталон». Сезонное обновление в торговом доме «Славянка». Повседневная одежда для женщин. Платье, кардиганы, брюки, туники. На любой вкус и размер. А также одежда для дома. Постельное белье. «Славянка» Шалом Алейхима, 37. Ждем вас ежедневно с 10 до 19. Когда нужен диван. Для больших компаний. Для уютных вечеров. Для самых сладких снов. Для серьезных решений. Купи для дома. Когда нужен диван. Требуется сторож с обязанностями повара и дворника с проживанием на длительный срок. Питание за счет организации. Достойная зарплата. Звонить 8-914-811-5302. Компания «Норд» предлагает удобную и практичную одежду для врачей и медицинских работников. А также для тех, кто только собирается стать медиком. И приглашает всех за товарами медицинского и лабораторного назначения «Норд». Улица Шалом Алейхима, 44, телефон 2-61-61. Битумные пятна отмоем. Мутные фары отполируем. Автомойка «Кристалл». Чемчистка салона. Комплексная мойка кузова. В теплом боксе. Заключаем договоры с организациями. Приезжай в автомойку «Кристалл» на Шалом Алейхима, 27Б. Все для школы, офиса, детского сада или развивающего центра вы найдете в канцелярском магазинчике «Искра». Карандаши и ручки, тетради и ежедневники, краски и кисти, офисная бумага «Снегурочка». Канцелярский магазинчик «Искра». Горького, 16. Круглые сутки завершайте покупки. Сеть продуктовых магазинов «Огонек». Удобно, тепло, доступно. Всегда свежие продукты, хлебобулочные изделия и хозяйственные товары. «Огонек». Ваш уютный магазинчик. Сделай праздник ярче с магазинчиком радости. Гелиевые шары с индивидуальными надписями, бенгальские свечи, товары для праздника. Если нужно, привезем, куда скажете. Магазинчик радости. Улица Шалом Алейхима, 27Б. Не получилось отдохнуть на море? Время отдохнуть в релакс-комнате соляной пещеры «Витабриз» всей семьей. Один сеанс вместо трех дней на морском воздухе. Приходите всей семьей. «Витабриз», советская 68А. ООО «ПМК Биробиджанводстрой» требуется. Водители автомобиля категории «С» и «Е» с опытом работы на автомобиле «Скания». Водитель бензовоза. Опыт работы обязателен. Заработная плата по результатам собеседования. Полный соцпакет. Официальное трудоустройство. Справки по телефону 75676 и 8 924 479 28 42. А вы когда-нибудь пробовали традиционную еврейскую «Гефилтефиш»? Приходите в кафе «Симха». Два уютных зала. Шикарное меню еврейской и европейской кухни. Каждую пятницу и субботу живая музыка, вокал и восточные танцы. Кафе «Симха». Налей на 19. В медицинском центре «Андромеда» ведет прием взрослых и детей врач-невролог Машняк Татьяна Валерьевна. Телефон 70190. Улица Биршосе, 2-й километр, 17 Б. По всем населенным пунктам до Ленинского, Облучья, Смедович, любую бытовую технику. Доставим в квартиру и распакуем бесплатно. Дополнительный год гарантии и обслуживание после гарантийного срока. Электросалон. Пионерская, 29. Бутик «Холст» поможет раскрыть вашу индивидуальность и создать неповторимый образ. Уникальные коллекции одежды из натуральных тканей отличного качества от 40 до 54 размера. Бутик «Холст». Комсомольская, 2. Новый год близко! А в Самбире скидки! 25% на цыпленка, 179,99 за килограмм. И 24% на фарш домашний, 249,99 за упаковку. Больше скидок в инстаграме Самбири ДВ. Организации требуется мастер производственного обучения профессии, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, инструктор практического обучения категории «Ц», преподаватель информатики, повар. Справки по телефону 8 924 159 50 82. Внеплановое заседание Городской думы областного центра прошло накануне в Биробиджане. На заседании обсудили проекты муниципального контроля в наиболее важных социальных сферах и управления. Муниципальный жилищный контроль, земельный контроль, контроль за благоустройством, контроль по теплоснабжению и контроль за транспортом. В заседании приняли участие 13 депутатов. Остальные отсутствовали по уважительной причине. В качестве приглашенных присутствовали глава областного центра Александр Головатый, представители мэрии, заместитель председателя областного парламента Антона Кимов и другие заинтересованные лица. Все озвученные проекты приняты большинством голосов. Андрей Кирюшин, Павел Славян, Новости 21. С недавно избранным председателем регионального отделения в ЕАО Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» встретились сегодня в прямом эфире слушатели Авторадио. Только что возглавившее отделение кандидат биологических наук, доцент Тамара Александровна Рубцова и 60 членов общества намерены активизировать свою работу и вести ее на новом деятельном уровне. В обществе будут рады и новым участникам, искренне заинтересованным в изучении географии родного края. Хочется, чтобы наше региональное отделение было не только на бумаге, но и в действительности мы совершали какие-либо полезные дела, прежде всего для региона, для нашей области, для Среднего Преамурья. И поэтому мы обратились с просьбой к членам нашего отделения о предложениях в план работы на следующий год. Поступившие предложения сконцентрировались вокруг основных тем – историко-краеведческой и эколого-просветительской. Любители географии отметят столетие Волочаевского боя, с помощью пограничников проведут вдоль Амура поисковую работу, связанную с казаком Забеловым. Отыщут и отметят на картах заброшенные села и станицы, займутся вопросами биоразнообразия, экологического туризма, отправятся в экспедицию на самую высокую ВИАО – гору студенческую. Большое место, я думаю, в нашей работе будет уделено деятельности, связанной с молодежью. Это различные квесты, викторины, ролевые игры, беседы, встречи, лекции. Но и взрослому населению мы тоже планируем информацию о нашем регионе говорить, распространять. В частности, мы планируем активизировать работу лектория. Важнейшим и самым ближайшим мероприятием станет проведение 14 ноября международного географического диктанта, который возник, напомним, по идее президента России Владимира Путина. В прошлом году диктант прошел в 109 странах на шести континентах. Не менее масштабным диктант ожидается и нынче. В ИАО основной площадкой станет Преамурский госуниверситет имени Шалома Лехима. Именно эту площадку надо выбрать всем желающим при регистрации в качестве участника диктанта на сайте Русского географического общества. 14 ноября с 11 часов эта площадка будет работать. Прийти нужно где-то на половину 12, а в 12 ровно уже начнется непосредственно диктант. Перед диктантом может быть познавательная такая викторина с призами, с подарками. А потом сам диктант будет продолжаться 45 минут. После этого работы сдаются и проверяются, и в декабре будут известны результаты. Тамара Александровна также подробно объяснила, как пройти диктант в режиме онлайн «Не покидая дома». Призвала слушателей не робеть и активно участвовать, поскольку это полезно и для личного интеллекта, и является хорошим семейным занятием. Конечно, гостья студии рассказала и о том, как вступить в русское географическое общество. Эти подробности в полной записи эфира с Тамарой Рубцовой на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Павел Славин, Денис Листюхин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Пусть веселится вместе с тобой Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова